Девушки отдыхают Может ли человек переломить судьбу, быть приговоренным к смертной казни и дожить до полного оправдания, потерять жену и вернуть дочь, которая много лет называет мамой и папой чужих людей? Она сказала, что больше я к вам не вернусь, я даже как сестра, представляете, просто обиделась. Вот она променяла нашу семью, да, вот на кого-то. Что может сделать бомжем девушку, у которой было все? Болезнь? Случайное стечение обстоятельств? Подлость самых близких людей? Или ее собственная глупость? Отвеча, простите, пожалуйста, вот вы и ваша сексуальная эйфория вместе к нотариусу пришли или по отдельности? Чтобы молодая жена не избавилась от беременности, пожилой муж предложил заключить очень выгодный для нее брачный договор. Женщина согласилась и родила сына. Теперь бывший муж требует отменить контракт, превративший его в нищего. Оставайтесь с нами. Истец Роман Иванов, 39 лет. Предъявляет иск об отмене удочерения и о передаче ребенка отцу. Ответчик Михаил Иваницкий, 40 лет. Против заявленных исковых требований возражает. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, прошу отменить усыновление моего ребенка и вернуть мне дочь. В связи с тем, что в 2004 году меня ошибочно лишили родительских прав, моя жена покончила с собой, мама умерла, и мою дочь усыновили абсолютно посторонние люди. На тот момент я был женат, у нас была дочь Маша, но в 2004 году меня арестовали и ошибочно осудили к высшему мере наказания по статье 105, 132, 135 УК РФ. Моя жена, узнав о приговоре, покончила с собой. Пока я сидел в следственном изоляторе, моя мама, не выдержав позора, умерла. Меня, естественно, лишили родительских прав. На тот момент моей дочери было 2 годика. А в 2010 году поймали этого гада, маньяка-насильника. Передо мной, конечно, извинились. Освободили из-под стражи, согласно статье 173, пункта 5. И выплатили компенсацию 900 тысяч рублей за 7 лет кошмара унижений по 352 рубля в день. А в отношении вас был потом оправдательный приговор? Да. Но кто мне вернет мою жизнь? Кто вернет мне мою жену, мою маму? Кто вернет мне мое доброе имя, мою репутацию? Да, мне дали квартиру в Жулебино. И что? Ну, теперь я один, понимаете? У меня есть дочь, которая в посторонней семье. Я прошу вас, я даже требую вернуть мне мою дочь. Потому что я люблю свою дочь, это единственный человек, который остался у меня на земле. Будьте добры, пожалуйста, мне необходимый приговор оправдательный в отношении вас, который состоялся. Свидетельство о заключении вашего брака с вашей женой, свидетельство о ее смерти, свидетельство о смерти вашей мамы через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Здравствуйте, Наши. Я являюсь усыновителем дочери истца. Усыновление мы произвели в 2004 году. Кстати, сейчас моя жена не может присутствовать, но у меня доверенность есть. Она сейчас в больнице. Чего за мне пришла? Девочка нас очень любит, и мы ее любим. Она называет нас родителями. И, скажем так, если вы отмените право, скажем так, усыновления наше, то, не дай бог, скажем так, девочка узнает об этой истории кошмарной, которая произошла. Расскажут, найдутся добрые люди, потому что, представьте себе, отца судили, мать на глазах у ребенка покончила жизнь самоубийством. И ребенок в течение трех суток, это в двухлетнем возрасте, находился рядом с трупом. Хорошо соседи сломали дверь, потому что постоянно из квартиры доносились крики и плач. Ну, девочку определили в больницу, она перестала вообще реагировать на окружающий мир, перестала говорить. Ее долго лечили от нервного срыва, от психозов, от кошмаров, от этих. И мы с женой приложили столько усилий, чтобы, скажем так, она хоть как-то стала, скажем так, прошло это заикание, нервные тики. И она нас считает своими родными, родителями. Да я ее родной отец, а вы посторонние люди, какие вы родные. Роман, не надо, еще неизвестно, что за 7 лет нам с вами произошло в тюрьме. Какой вы будете отец? Она нас считает своими родными родителями, и не надо ей ничего напоминать. Моя дочь, она единственная у меня, я ее люблю. Не дай бог, с ней еще такое случится, узнав она об этом, это будет непоправимая травма для ребенка. Поэтому, и в конце концов, существует, скажем так, право о неразглашении об усыновлении. Поэтому мы не собираемся не отдавать нашу дочь, потому что мы ее считаем своей. Простите, пожалуйста, вот это меня немножечко и настораживает, потому что я хотела бы вам этот вопрос задать. Истец, вы откуда узнали, кто является усыновителями ребенка? Да, это еще тоже интересно. Истец, откуда вы узнали, кто является усыновителями ребенка? Добрые люди сказали. Мир не без добрых людей, потому что я все-таки родной отец. Нет, истец, вот ситуация примерно выглядит так. В общем-то, я вижу перед собой двух нормально взрослых мужчин. Может быть, и хорошо, что не пришла ваша жена, потому что сейчас были бы женские эмоции, и все это могло бы совершенно выглядеть по-другому. Но двое взрослых мужчин, ответчик, который приложил вместе со своей супругой очень немало сил. Прожили 7 лет вместе. Очень немало сил для того, чтобы ваша девочка росла в нормальной семье. Обратите внимание, что вы отбывали наказание, но при этом, например, если бы ответчики не усыновили ребенка, ваш ребенок был бы в детском доме. И сказать, что это было бы лучше или хуже, сложно. Да я не утверждаю, что это хуже или лучше. Дело в том, что вы меня повините. С другой стороны, да. Я только хотела сказать. Она единственная моя кровь, больше нет никого у меня. Причем это твоя дочь. Нет, ответчик, ответчик. Но дело в том, что вы сейчас себя поставьте на место истца. Да как он поставит родную дочери? Когда вас обвиняют. Она его уже не помнит. Отвечек, дело не в этом. Когда истца, вы понимаете, истца обвиняют в таком тяжелейшем преступлении, в котором его обвинили. Но от того, что мы дали потом справочку о Рябле, ну и что? Ну и девочка... Думать без огня не бывает, я скажу так. Нет, ответчик, я вас спрашиваю, пожалуйста. Не посмотрю, я что в суд. И почему двое взрослых мужчин, которые любят ребенка, не могут между собой договориться, ну я, честно говоря, не знаю. Где речь идет... Можно предложить им, пускай станет другом семьи, пускай навещает ее. Но чтоб ребенок не знал, что это ее отец. Ну, в конце концов. Ответчик, один раз уже добрые люди нашлись. Почему вы уверены в том, что второй раз добрые люди найдутся? Я заберу, и мы увидим другой город. И сделаешь ребенку еще раз. Не можете забрать ребенка сейчас, не можете ребенка забрать, не имейте на это право. Давайте еще раз в тюрьму сядем, а? Романс Федей. Так, пожалуйста, органы опеки, давайте, я вас слушаю. Ваша честь, ситуация, конечно, сложная. Формально обе стороны правы. С одной стороны, родной отец искалечен судьбой. С другой стороны, усыновители, которые 7 лет, они не просто воспитывали ее. Они вытянули с инвалидности эту девочку. На сегодняшний день все равно у нее здоровьица еще зыбкая. Родители ее очень оберегают. Она очень любит родителей, понимаете? И вот в такой ситуации, мы как, Роман Сергеевич, мы как государственный орган, мы должны блюсти интересы ребенка. Мы должны блюсти интересы, как девочки. Вот представляете ситуацию, Ваша честь. Сейчас мы вот этой девочке, которая только-только выкарабкалась. Мы ее сейчас вот кинем в эту психотравмирующую ситуацию, скажем, Машенька дорогая. Вот родители, которых ты любишь и которые тебя любят, Роман Сергеевич. Но вы не рассматриваете все это с такой легкостью. Ну как, вот так истец. Если вы любите ее, Роман, ну, вы должны понять, что ребенка нельзя сейчас вам. А кто меня поймет, я не могу понять. Ваша честь, в 9 лет ребенок, Роман Сергеевич, она очень маленькая, она не сможет понять вашу ситуацию. Давайте не будем так и шедеть. Я не буду ее заставлять чего-то понимать, не понимать. Я просто буду любить ее, это мой ребенок. Любить ее, Роман Сергеевич. То есть, любите издалека. Истец, этого недостаточно просто любить. Вы поймите, пожалуйста, что ребенок, который ответчика, его супруга воспринимает как маму и папу. И он, наверное, на самом деле специалистам очень долго потребовалось времени для того, чтобы вот эти воспоминания, которые нам кажется, что дети маленькие, 2 года ничего не помнят, да? Чтобы вот эти воспоминания как бы не ублокировались полностью. Даже по ночам просыпалась в кошмарах от этих воспоминаний своих. Я вам очень благодарен. Истец, Истец, еще раз, кто раскрыл тайну усыновления? Хуже будет, предупреждаю. Есть люди. Хуже будет, предупреждаю. Наверное, нам нужно передать это дело в прокуратуру, Ваша честь, и пусть прокуратура занимается этим вопросом. И привлекать к ответственности от таких людей, которые вот так ломают судьбы детей. Я его все равно нашел бы. Я с вами согласна. Я с вами согласна. Ну, понимаете, вот видите, истец говорит, я все равно бы ее нашел. Вот где гарантия сейчас, ответчик, да? Вот вы же понимаете, что дальше будет происходить? Ну, а что делать в этой ситуации? Договариваться, договариваться, понимаете, договариваться. Вы оба отцы. Вот нужно войти, вы оба отцы, понимаете? Я отец, как оба отцы. Как у нас русская пословица, говорит, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, понимаете? Ну, получилось так, судьба так скалась. Роман Сергеевич, ну что теперь, девочка ж невиновна. Ну, как это сложилось, вам так легко говорить со стороны? А тебе легко. А мне абсолютно нелегко, говоришь, что давайте я ее заберу и будем травмировать ее. Да никто не собирается ее травмировать. Ну, что значит никто не собирается? Органы опеки, заключение, будьте добры, пожалуйста. А, и наши документы. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она сказала, что больше я к вам не вернусь. Я даже как сестра, вы представляете, просто обиделась. Вот она променяла нашу семью, да, вот на кого-то. Сестра сестре из сострадания посоветовала временно зарегистрироваться в Москве. Исключительно для того, чтобы иметь возможность вылечиться. А после возвращения на законных основаниях выбросила ее из родного дома. Отечу, простите, пожалуйста. Вот вы и ваша сексуальная эйфория вместе к нотариусу пришли или по отдельности? Есть много способов женского шантажа. Самые смелые фантазии – мелочь по сравнению с тем, что может потребовать молодая женщина за рождение ребенка с пожилого мужчины, у которого нет наследников. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, в заражении ответчика по заявленным исковым требованиям, обросив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и приобщих в заключение к материалам дела в иске об отмене удочерения ребенка и о передаче девочке отцу. То есть суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в отмене удочерения и в передаче ребенка отцу, потому что, исследовав все обстоятельства данного дела, пришел к выводу, что отмена удочерения не соответствует интересам девочки. Усыновители занимаются воспитанием ребенка, заботятся о его развитии и образовании. Девочка окружена заботой и вниманием. Девочка считает усыновителей своими родными родителями и привязана к ним. При таких обстоятельствах отмена удочерения и передача ребенка отцу может стать психологической травмой для девочки, а изменение привычных условий жизни может неблагоприятно повлиять на ее дальнейшее развитие и воспитание. Поэтому, исходя из интересов ребенка, в исковых требованиях отказано. Суд также выделяет в отдельное производство и просит органа опеки и попечительства поддержать ходатайство суда о проведении отдельного расследования по факту разглашения тайны усыновления для принятия соответствующих мер к лицам, которые разгласили тайну усыновления. И за пределами вынесенного решения, истец, при всей сложности ситуации, которая у вас возникла, и при той проблеме, с которой вы столкнулись, я считаю, что как двое взрослых мужчин, которые ответственны за судьбу ребенка, вы обязаны между собой договориться. И как только каждый из вас сделает хотя бы один шаг навстречу друг другу, я думаю, что на самом деле, я вижу, по крайней мере, перед собой двух дровомыслящих людей. И если вы сможете пойти друг другу навстречу, значит, наверное, у вашей девочки, я почему говорю у вашей девочки, у вашей девочки все будет нормально. Истец-ответчик, суд огласил свое решение, благодарит органы опеки и попечительства, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы своей дочерью пойти к месту. Зачем моему ребенку еще какой-то папа? Он и так натерпелся достаточно. А если зал Суев не останется, то придется думать о смене места жизни. А теперь вернемся в зал Суда. Истец Светлана Галахова временно не работает. Хочет вернуться домой в Нижний Новгород и стать собственницей части квартиры, где ранее проживала. Ответчик Ольга Самарина работает менеджером по продажам. Считает себя единственным собственником приватизированной квартиры. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу сюда включить меня в число собственников квартиры, которые сейчас принадлежат моей сестре единолично. Потому что она обманом все это сделала, она некрасиво очень поступила, она меня обидела, и в итоге сейчас у меня негде жить. Получилось дело таким образом, что она знала, что я вынуждена выписаться из нашей квартиры, которая находится в Нижнем Новгороде, потому что мне нужно было лечение в Москве. Она знала, что это на полгода, и за это полгода она приватизировала квартиру на себя, не поставив меня даже в известность. Теперь я там никто, звать меня никак. Квартира полностью ее. Мне никакого права и не полагается на нее. То есть вы сняли с регистрационного учета, из чего я могу сделать вывод, что вы были где-то поставлены на регистрационный учет в другом месте? Да. Я была поставлена на регистрационный учет в городе Москва, потому что мне нужна была операция, и мне посоветовали врачи провести ее в Москве. Только ради этого меня зарегистрировали постоянно в Москве, чтобы мне сделали операцию. Постоянно или временно, простите? Постоянно. Постоянно. И сейчас вы остались там на регистрационном учете? Нет. Это моя бывшая свекровь, сейчас я уже, конечно, не там, через суп меня. То есть в связи с тем, что брак был расторгнут, и вы стали бывшим членом семьи, вас сняли с регистрационного учета. Хотя первоначально вы были поставлены на регистрационный учет как член семьи. Но брак был расторгнут. Да. То есть вы утверждаете, что в тот момент, когда вы снимались по основному месту жительства с регистрационного учета, это носило временный характер, потому что это было связано с необходимостью лечения в Москве. Да, у меня есть нужные документы, что была произведена операция. А что, если бы вы не имели постоянного регистрационного учета в Москве, вам не была бы указана медицинская помощь? Нет. Оказывается, по месту конкретного жительства и по месту регистрации. Нет, пожалуйста. Все медицинские документы, это подтверждающие свидетельство о расторжении брака и выписку из домовой книги в Москве, где вы были раньше поставлены, а потом сняты с регистрационного учета через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. То есть ваша сестра провела приватизацию именно в тот момент, когда вы были сняты с регистрационного учета? Да, когда я была в Москве, я даже об этом не знала. То есть вы сняли с регистрационного учета, но при этом официально вашего отказа от участия в приватизации не было? Конечно, не было. Мы в этой квартире выросли. Все детство прошло там, это моя родная сестра. И такое свидетельство, я не ожидала. Ваша честь, я против эсказа возражаю, потому как моя сестра всегда хотела проживать в Москве. Ее больная спина, как говорится, только предлог для того, чтобы получить там прописку. Документы есть, ты знаешь. На тот момент она еще была в браке с законом со своим мужем, и ее эта болезнь выглядела просто как предлог. Для того, чтобы она всю жизнь хотела там проживать, и она всегда говорила про нашу квартиру, что она ей не нравится. Она в этом городе жить не хочет. То, что это захолустье. Она замечательная, это комнатная квартира. Ей подавайте столицу, понимаете. Вот она цеплялась постоянно, говорит, хочу вот в Москве жить. Говорит, вот у вас вообще здесь не жилье. Да, она сделала операцию, да, в Москве, да, она туда прописалась. Но перед тем, как она уезжала, она сказала, что больше я к вам не вернусь. Я даже как сестра, вы представляете, просто обиделась. Вот она променяла нашу семью, да, вот на кого-то. А я ее хотя предупреждала, говорила, что там может получиться все, что угодно. Вот она меня не послушала, с нами попрощала и сказала, живите, подожди, не прибивай. Живите, говорит, как хотите, больше я в ваш курятник не приеду, извините за выражение. Прошло время, годы шли, она же уехала к себе в семью, к родному, к любимому мужу, как она всегда это говорила, к любящей свекрови. Они переехали, мы жили-жили, потом, извините, я... Мы снимали квартиру, но я была прописана у нас в квартире. Скоро будет пополнение в семье, понимаете, мне жилплощадь очень нужна. И мы просто посетили так подумали, что лучше эту квартиру приватизировать. Мой папа согласился отдать свою долю мне, то есть без всяких возражений. Посетили подумали. Вот. И, соответственно, я занялась приватизацией. Оформила квартиру на себя. То есть в согласии всех родственников. А она даже вообще не хотела с нами жить. Вот просто ручкой помахала и все. А теперь у нее там что-то не срослось, и она решила тут нам вернуться. Ну прям. Ты знаешь, что мы там снимали квартиру. Я была прописана у нас в квартире. В нашей квартире в Нижнем Новгороде. Ты выписалась, и надо было отвечать за свои слова. Почему? Ты знаешь, почему я выписалась? Я не знаю, почему ты выписалась. Ты сейчас наговоришь. Ты хотела жить в Москве, ты получила московскую прописку. День документы, которые представляют, что у меня была операция на этот срок времени. И не надо было разводиться с мужем. И жила бы ты тогда у своей свекрови, что мы умерли с ними. Извините, что мы с мужем. У тебя сейчас на данный момент есть возможность где проживать. У нее есть одинокая тетя, у нее есть бабушка. И найдутся люди, которые ее приютят. Естественно. Дело в том, что вы предоставили медицинские документы. Это правильно. Но это совершенно не означает, что на тот момент вы состояли в браке. Ну так получилось, что должна была быть сделана операция. Это правда. Но мы снимали квартиру в Москве. Я была прописана у нас в квартире в Нижнем Новгороде. Я не выписывалась оттуда. Только когда я приехала травмированная, моя сестра сама же хотела, чтобы я оперировалась в Москве. Чтобы мне была лучшая оказанная медицинская помощь. Сама же звонила свекровью в тот же час. Ты сейчас здесь наговоришь. Я наговорю. Она когда приехала из Москвы в таком состоянии, стала плакать. И говорит, вот такой снисекой, он меня избил, говорит, покалечил. Я упала. Стала плакать. Говорит, Москва, Москва. Ну я думаю, ну что еще делать? Я начала звонить ее свекровью. И говорит, так и так, по вине твоего сына. У меня сестра почти с больной спиной. Ей нужна прописка в Москве для того, чтобы сделать операцию там. Сама же это сказала. Она сама согласилась, сама согласилась, помахала нам ручкой, сказала, до свидания всего хорошего, оставайтесь здесь. Я согласилась только потому, что врачи мне сказали, что там будет лучшая медицинская помощь. И уехала. Ваша честь, в Новгороде, вы сами понимаете, что это, да, это не поселок, это нормальный город, миллионник, да, в котором тоже есть медицинское обслуживание. Я ей говорила, сделай операцию у нас. Нет, хочу в Москву. Не правда. Сама меня в Москву уставляла уехать. А сейчас она требует свою долю. А вы знаете, для чего ей эта доля? Потому что она молодая, безответная девушка, да, грубо говоря, она сейчас получит эту долю. И что она сделает? Она ее продаст, а потом она опять попросится в Москву, а потом еще может заставить меня выкупать у нее эту долю. А где мне взять денег? Я беременная в положении, у меня семья. Я просто хочу иметь часть, да, квартиры, часть дома, угол. Почему я сейчас фактически живу у подруги? У меня нет в собственности. Ты можешь жить у бабушки, можешь жить у тети, ты сама не захотела жить в нашем городе, ты сама нас бросила, сама нас предала. Вот и теперь выкупайся как хочешь. Я предавала, я никого не предавала. Я возражаю против ИСК, и я тебе ничего не дам, я тебя не пропишу туда. Хочешь ты этого или нет? Я просто хочу жить, почему я не имею просто права нормально жить? Да живи, кто себе дает. Тебе предлагали, что сказала, не хочу жить в Нижнем Новгороде, хочу Москвы. Получила Москву. Мой муж москвич, только поэтому жили в Москве. Естественно, а как вы предполагаете при таком уровне взаимоотношений, как вы предполагаете, сколько комнат в квартире? Трех комнат. У меня, кстати, в вашей честь есть документы. Да, через судебный пристав, вы передайте, пожалуйста. У меня есть заключение департамента жилищной политики, который не находит нарушений при проведении приватизации от истеца. Да, может, с точки зрения чиновников, эта процедура была законной, вполне нормальной, но с точки зрения человеческой, мы родные сестры, мы росли в одной квартире. Истец, истец, ситуация заключается в том, что вы в период брака сняли с регистрационного учета и встали на регистрационный учет по месту жительства, в том числе и вашего супруга, вашей бывшей свекрови. Понимаете? В период брака. В период брака. Я понимаю, но мы развелись. И тогда дело все шло к разводу. Я приехала уже с намерениями развестись. Не надо было. Я не хотела уже никаких отношений. Ты жила бы сейчас и была бы у тебя крыша над головой, и все. Было бы. Сама не захотела. Сама не знаешь, чего хочешь. Стрекоза. Я знаю, чего я хочу. Ты туда, ты сюда. И теперь будешь мне мешать. Просто где мне теперь жить, получается? Я живу у подруги. И все. Получается, что квартира у моей сестры, у бабушки, я не могу говорить, что там нет условий. Мы с ней говорим, что бабушка к себе. Когда квартира находится в муниципальном найме. Когда квартира находится в муниципальном найме. И люди снимаются из этой квартиры с регистрационного учета. Нужно обязательно помнить о том, что как только вы сняли с регистрационного учета, практически право на участие в приватизации люди утрачивают. Почему? Потому что у нас так закон сформулирован о приватизации, что право на участие в приватизации имеют граждане, которые к моменту приватизации зарегистрированы на данной жилой площади, имеют право пользования ею. Точка. Я понимаю, но это было обманом. Она знала. Никакого обмана не было. Что я уезжаю и в какой причине. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Отличник, простите, пожалуйста. Вот вы и ваша сексуальная эйфория вместе к нотариусу пришли или по отдельности? Чтобы молодая жена не избавилась от беременности, пожилой муж предложил заключить очень выгодный для нее брачный договор. Женщина согласилась и родила сына. Теперь бывший муж требует отменить контракт, превративший его в нищего. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев все представленные документы и доказательства, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не находит и оставляет договор о передаче жилья в собственность в порядке приватизации, признает его действительным и оставляет в силе. Суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, потому что истец не предоставил суду, что ее выселение из указанной квартиры носило вынужденный характер. Поскольку истец в момент выселения и снятия с регистрационного учета состояла в официальном браке и, следовательно, имела возможность проживания в ином месте жительства, а именно по месту жительства своего супруга. То обстоятельство, что выселение из указанной жилой квартиры и последующая постановка на регистрационный учет носила временный характер с точки зрения того, что семья истецы распалась и на этом основании она была снята с регистрационного учета, для рассмотрения данного дела не имеет правового значения. В этой ситуации истеца не приобрела, вернее, не утратила право пользования указанной квартиры, которая ранее занималась по договору социального найма. Поэтому договор приватизации был заключен в полном соответствии с действующим законодательством. То, что истец утратил право на участие в приватизации, также подтверждается и тем обстоятельством, что третий зарегистрированный член семьи, а именно ваш отец, написал официальное заявление с тем, что он отказывается от участия в приватизации, но при этом сохранил право пользования, поскольку он остался зарегистрированным по данному месту жительства. Таким образом, истец, у суда нет оснований для удовлетворения заявленных вам исковых требований. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Век живи, век учись. Сегодня сестра сделала меня бомжом, но я думаю, она об этом пожалеет. Вот моя сестрица думала, что ей все в жизни будет даваться легко. Да не выйдет у нее ничего. А теперь вернемся в зал суда. Истец Оксана Гуляева. Живет в Москве. Нигде не работает. Хочет расторгнуть брак и получить в собственность имущество на основании брачного договора. Ответчик Николай Гуляев. Живет в Москве. Пенсионер. Требует признать брачный договор недействительным. Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака. Ваша честь, я прошу суд расторгнуть наш брак с ответчиком и утвердить мое право на имущество, оговоренное в брачном договоре. Я вышла замуж два с половиной года назад. И изначально у нас была с ответчиком очень большая страсть, очень большие чувства, несмотря на то, что мне 27, а ему 60. У нас все закрутилось, вспыхнуло и в результате мы поженились. Но я очень быстро поняла, что этот брак ни к чему не приведет, потому что муж мой очень властный человек. У него свое агентство недвижимости, и он привык командовать не только на работе, но и дома. Соответственно, сделал из меня кухарку, уборщицу и наложницу в семье. И я не смогла этого долго выносить. И, соответственно, считаю, что наш брак должен быть расторгнут. Также у нас есть брачный договор, по которому имущество, именно четырехкомнатная квартира, квартира в Испании, и автомобиль Мерседес, а также его агентство недвижимости, переходит к жене при нашем разводе. И еще у нас есть видовалый ребенок, которого он очень хотел. Соответственно, я считаю, что отец сможет быть сыну замечательным родителем и без меня. И разрешаю сыну остаться с ответчиком. Соответственно, прошу всего лишь расторгнуть наш брак и утвердить мое право на имущество по брачному договору. То есть по брачному договору в случае расторжения брака, конкретно в брачном договоре перечислен перечень имущества, который будет являться вашей собственностью. В том числе, то, что вы говорите в виде агентства недвижимости, это, видимо, имеется в виду доли в агентстве недвижимости. Он является владельцем агентства недвижимости. Я понимаю, агентство недвижимости, оно общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество? Нет, это его полностью организация. То есть сейчас он уже в ней не работает, но... Простите, ответчик, уточните, пожалуйста, агентство недвижимости, общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество? С ограниченной ответственностью. Но я сейчас пенсионер уже как год. Но вы дольщиком остались? Да, я остаюсь дольщиком. Получаю небольшую пенсию. Нет, еще раз. Это 100%? Вы дольщик на 100%, правильно? Да. То есть по брачному договору это квартира, недвижимость в Испании, автомобиль, если я правильно поняла, и 100% доли в обществе с ограниченной ответственностью. Будьте добры, пожалуйста, свидетельство о заключении брака и брачный договор. И при этом спора по определению места жительства ребенка у вас нет. Вы готовы передать ребенка на воспитание ответчику? Да, абсолютно. Пожалуйста, ответчик. Истцом заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны или вы возражаете? Да, я целиком согласен на расторжение брака с этой женщиной, так как считаю этот брак самой большой роковой ошибкой моей преклонной жизни. Хотя я этой женщине очень благодарен за ребенка, которого она мне принесла, о котором я всю жизнь мечтал. Но сейчас так сложилось, после вот этого подписанного мною в невменяемом состоянии кабального брачного договора, становится под угрозой не только мое существование, но и существование моего ребенка, который останется вместе со мной. Я сейчас поясню, почему невменяемое состояние. Когда два с половиной года назад мы поженились с ней, я действительно почувствовал, что я встретил в преклонных годах великую настоящую любовь. Я думал, что эта женщина действительно меня любит. А оказалось, что нужен был не я, как человек, а мои деньги, моя собственность, моя недвижимость. Потом, понимаете, такая разница в возрасте. Извините, я здесь откровенно говорю, я сомневался в своих, извините, сексуальных возможностях, как нам вот существовать. Но когда мы начали жить вместе, первые три месяца это была просто эйфория. Я просто почувствовал себя, ну, извините меня, могу так откровенно сказать, половым гигантом. Понимаете, это был просто волшебный сон. Но потом выяснилась, Ваша честь, что это все было подстроено моей женой, которая мне тайно давала вот эти таблетки Виагры. И, понимаете, и вот я в процессе такого, будем говорить, любовной эйфории, сексуальной эйфории, если хотите, и подписал этот брачный договор. Так как я просто не мог себе предположить, что когда-то будет развод с ней. Простите, пожалуйста. Вот вы и ваша сексуальная эйфория вместе к нотариусу пришли, или по отдельности? Ваша честь. Ну, я сейчас, я понимаю ваш прекрасный вопрос. Вы говорите, что эти эмоции, эти чувства, как бы к делу не имеют отношения. Да нет, да нет. Но вы поймите, что есть любовь. Меня интересует, вы же говорите, в невменяемом состоянии. Своё невменяемое состояние вы определяете как сексуальная эйфория. А у нас брачный договор, он у нас реально заверяется. Я поэтому задаю вопрос. Да, я пришёл, да, в таком же состоянии. Потому что три месяца это было как волшебный сон. Вы поймите, ну, я не хочу сейчас говорить об этом. Нет, давайте мы с вами... Это очень интимные вещи. Не хочется мне об этом рассказывать, как это всё происходило. Нет, ответчик нам... Поймите, я молодость свою просто вторую ощутил. Нам придётся с вами поговорить, потому что вы ссылаетесь на невменяемое состояние, а не я на него ссылаюсь. Поймите меня правильно. Вот эти три месяца, которые мы жили в начале с Оксаной вместе... Давайте, ответчик, давайте вернёмся к нотариусу. Я вас прошу, пожалуйста. Я пришёл к нотариусу и подписал, потому что я не мог предположить себе, что такое может быть. А тогда, ответчик, скажите, пожалуйста, ну какой-то толчок же должен быть, правильно? Ну вот бывают перерывы в сексуальной эйфории. Ведь вот в том числе и то, что вы дошли до нотариуса. Ну, должен же был быть толчок для того, чтобы разговор какой-то начался. Ваша честь, ну я не знаю, вы так говорите, вы женщина, вы тоже любили. У вас было такого... Нет, во-первых, ответчик, я попрошу, почему вы говорите об этом в прошедшем времени. Извините. А во-вторых, давайте ещё раз. У нотариуса подписываются бумаги. Да. До любили, не любили. У нотариуса подписываются бумаги. Там пункт первый, второй, третий, четвёртый. Я всё это подписал. Я понимаю. Ну почему вы пошли к нотариусу? Потому что я хотел сделать этой женщине неприятной ещё подарок ей сделать. Нет, подождите, естественно, откуда зародился этот разговор о брачном договоре? Вот он откуда взялся? Хорошо, я расскажу. В момент, извините меня, сексуального вожделения я дал согласие подписать всё, что она хочет. И я это сделал. Всё. А и потом у вас никаких сомнений не зародилось? Никаких сомнений. Только потом, когда уже после прошествия вот этих трёх-четырёх месяцев, когда вдруг жена ко мне охладела, отношения начали с ней портиться, и вдруг она подала на развод. Но потом возникла беременность. В каком смысле потом возникла беременность? Не поняла. Потом возникла беременность. Она забеременела, и поэтому о разводе пока не шло. И поэтому ко мне ты и припёрся с этим брачным договором, чтобы я бурт не сделала. Истец, истец, истец. Да, понятно. Когда есть ребёнок, не о каком расходе. Да, теперь более или менее я поняла всё-таки, откуда взялся этот брачный договор. То есть это было ваше условие, истец? Отвечик, когда узнал о том, что я беременна, и о том, что я не хочу рожать, потому что я уже на тот момент понимала, что наш брак никуда не идёт, он предложил мне вот такой вот обмен, что я рожу, а он подпишет брачный договор и имущество на меня. Соответственно, по собственному абсолютно желанию, ни в каком не вневменяемом состоянии. Ну я не торговал никаким ребёнком. Ну не торговал я, Оксана, никаким ребёнком. Зачем вот говорить неправду? Я говорю, так так было. Понимаете, у меня есть документы. Во-первых, вот эту диагру, которую я нашёл, о котором она меня кормила. Нет, подождите, подождите, отвечик. И что я должна с ней сделать? Нет, ну что сделать? Я просто предоставляю, извините. Вот у меня есть справки из, вот есть копия брачного договора, который был подписан 5 января позапрошлого года. Ответчик, скажите, пожалуйста. И вот есть из женской консультации справка. Ответчик, вы не возражаете, что ребёнок будет проживать с вами? Нет, я не возражаю. Но только дело в том, что сейчас я становлюсь бомжем. Ответчик, ответчик, вы заявляете встречный исковой тренуги? Встречный иск о том, чтобы этот брачный договор кабальный расторгнуть. Потому что я становлюсь бомжем с пенсией 5000 рублей, не знаю, как это существовать дальше. Ответчик, и если признать брачный договор недействительным, то тогда возникает ситуация, что вся указанная в этом брачном договоре собственность, она была вами приобретна до брака. Да, да. Истец. Как вы относитесь к встречным исковым требованиям? Отношусь абсолютно нечестно, потому что он мне пообещал, что та собственность, которая перечислил в брачном договоре, перейдёт ко мне именно для того, чтобы я родила этого ребёнка и оставила ему. Да, но этого нет условия в брачном договоре. Да, но тем не менее он подписан, и тем не менее его обещания подписаны нотариально. Понятно. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернёмся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования ИСЦА, позицию и возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, рассмотрев все представленные документы и доказательства, иск о расторжении брака, суд считает необходимым удовлетворить и выносит решение о расторжении брака. В иске о разделе имущества в соответствии с брачным договором суд считает необходимым отказать и удовлетворяет встречные исковые требования о признании брачного договора недействительным. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга согласны на расторжение брака, сохранение семьи стало практически невозможным. Суд признает брачный договор недействительным, потому что условия подписанного супругами договора ставят ответчика в крайне неблагоприятное положение, так как он практически остается без жилья и средств к существованию, имея на иждивение малолетнего ребенка. Так как брачный договор признан судом недействительным, суд отказывает супруге в разделе имущества в соответствии с указанным договором. Так как все имущество было нажито супругом, то есть ответчиком до вступления в брак с истицей, то соответственно ответчик является единоличным собственником всего данного имущества и оно разделу по нормам семейного права не подлежит. В данной ситуации истец две существенные ошибки. Первое. Легкость, с которой вы готовы очень маленького ребенка отдать ответчику на воспитание, не оговаривая при этом, например, что вы будете заниматься воспитанием, что вы готовы платить большие алименты, вы вообще не говорили об этом. И, конечно, второе. Это ваше признание о том, что брачный договор... Почему я так долго ответчика и пыталась как-то понять, откуда он взялся в таком виде, что брачный договор был подписан как условие рождения ребенка. Поэтому, исходя из того, что ответчик будет заниматься воспитанием малолетнего ребенка, должны быть места, где этот ребенок должен жить, и средства, на которые его будут содержать. Вы об алиментах не сказали ни разу. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Основной иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить. Может, меня полностью обманул ребенка, забрал имущество, полностью все. Самое главное, у меня есть сын и деньги, на которые я буду его воспитывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...